первое что привлекло внимание в тексте совместной шушинской декларации это то что документ начинается со ссылки на предыдущую договорную базу составляющую каркас двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества по сей день а именно речь идет о договоре о дружбе и развитии всестороннего сотрудничества между азербайджаном и турцией подписанным 9 февраля 1994 года протоколе о сотрудничестве и взаимной помощи между азербайджаном и турцией а также договоре о стратегическом партнерстве и взаимной помощи между азербайджаном и турцией подписанными 16 августа 2010 года последний документ можно считать самым важным документом последних 10 лет в двусторонних отношениях Турции и Азербайджана. Ссылки эти важны для демонстрации того, что нынешнее соглашение знаменует собой новый качественный этап в двусторонних отношениях между Азербайджаном и Турцией и является логическим результатом всего того, что было начато еще в пору Гейдара Алиева и Сулеймана Демиреля. В тексте отдельно оговорено, что высказывание Мустафы Кемали Ататюрка «Радость Азербайджана – наша радость, его печаль, наша печаль и Гейдара Алиева – одна нация, два государства» оцениваются как национально-духовная ценность двух народов. Тем самым задается четкий культурно-идеологический вектор. В документе однозначно указывается приверженность сторон принципам международного права и уставу Организации Объединенных Наций. Соответственно, в этом же ключе особо подчеркивается и приверженность сторон поддержки территориальной целостности друг друга, при этом в разделе, посвященном 44-дневной войне, особо оговорено, что азербайджанская сторона высоко ценит морально-политическую поддержку Анкары в вопросе восстановления территориальной целостности Азербайджана. Интересно, что ссылки на активность сторон в рамках инициатив тюркского мира призывают к развитию данных инициатив, их дальнейшей эволюции в региональном и международном масштабах. Это не может не быть важным в контексте видения турецкого и азербайджанского лидеров участия Турции и Азербайджана и в масштабных надрегиональных инициативах, например, в проекте «Один пояс, один путь». Отдельно прописано и то, что стороны и далее продолжат прилагать совместные усилия по постконфликтному восстановлению освобожденных от оккупации азербайджанских земель и разблокированию транспортных коммуникаций. В этом контексте будет принято во внимание особое географическое положение Нахичеванской автономной республики. Что именно подразумевается под последним предложением, не оговорено. Скорее всего, это предмет отдельных договоренностей лидеров двух стран, представляющих государственную, возможно, также и военную тайну. Нельзя не отметить, что в декларации о Зангизурском коридоре говорится как о совершившемся факте, что лишь подчеркивает неизбежность его создания, нравится это кому-то в Ереване или нет. Считаем важным, что текст Шушинской декларации отдельно оговаривает важную роль сугубо двустороннего уникального института – Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Анкарой и Баку. Лидеры, политические элиты, поколения приходят и уходят, но институты и институциональную память, в том числе и совместную, раз Анкара и Баку движутся в том направлении, в котором движутся, надо развивать уже сейчас и на 50 лет вперед. Напомним, что Высший Совет создан в первую очередь для взаимных политических консультаций на высшем уровне и, скорее всего, в ближайшее время следует ожидать интенсификации такого рода консультаций и вообще активизации деятельности данного института. Об этом можно судить из последующих абзацев. Взгляните сами. Стороны отмечают важность координации в сфере внешней политики и проведения систематических двусторонних политических консультаций, подчеркивают важность деятельности в рамках Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция в этом направлении. И, наконец, самое главное. Если, по мнению одной из сторон, возникнет угроза ее независимости, суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности международно признанных границ или безопасности или агрессии со стороны третьего государства или государств, то стороны проведут совместные консультации и с целью устранения этой угрозы или агрессии предпримут соответствующую инициативу согласно целям и принципам Устава ООН окажут необходимую помощь друг другу в соответствии с Уставом ООН. Объемы формы этой поддержки будут определены путем незамедлительных обсуждений и будет принято решение об удовлетворении оборонных нужд для проведения совместных мероприятий, организована скоординированная деятельность силовых и управленческих структур вооруженных сил. То есть, как мы видим, прописывается механизм нейтрализующей угрозы в случае возникновения в регионе, скажем так, «увлекательных геополитических непредсказуемостей». Данный абзац декларации уже активно обсуждается. Часть армянских экспертов оспаривает описанное, пытаясь в порыве самоуспокоения представить декларацию эдакой «пустышкой». Однако не забывайте, мы уже говорили о том, что декларация во многих местах констатирует то, что уже по факту имеет место много лет. В начале 2000-х, когда на Каспии создалась угроза внешнеполитическим и внешнеэкономическим ресурсам Азербайджана, одного пролета турецких истребителей над Баку и акваторией местного Приморского бульвара хватило, чтобы… Ну, вы поняли. Не будем вдаваться. Многое изменилось, прошло 20 лет. Но тогда не было ни договора о стратегическом партнерстве и взаимной помощи между Азербайджаном и Турцией от 16 августа 2010 года ни нынешней Шушинской декларации. Не было Шушинской декларации и осенью прошлого года, в разгар 44-дневной войны, когда президент Ильхам Алиев заявил всему миру о том, что турецкие истребители присутствуют на азербайджанских аэродромах не для того, чтобы участвовать в войне в Карабахе, а для того, чтобы отразить возможную гипотетическую агрессию третьей стороны или сторон против Азербайджана. Анкаре для поддержки братского Азербайджана на случай агрессии извне не нужны договора, декларации, протоколы. Морально-политическая поддержка Азербайджана турецкой дипломатией в разгар войны, о которой говорил на пресс-конференции в Шуше азербайджанский президент, тоже осуществлялось бы, даже если бы между двумя странами не было бы всей этой существующей договорно-правовой базы. В 1918 году Нори Паша просто пришел, увидел и победил. Как азербайджанский солдат в году уже 2020-м.